Мы знакомимся с нашим первым учителем еще в детстве, но осознание великой роли этого человека в жизни приходит позже. Образ мыслей, эрудиция, навыки – все это во многом является заслугой педагогов. Нелегкий, ежедневный и такой привычный и будничный труд учителя по факту закладывает платформу для общественного устройства и движения в целом. Исторический опыт показывает, великие учителя всегда воспитывали великих учеников. Именно поэтому так важно чествовать самых преданных делу и талантливых педагогов. И конкурс «Учитель года» – хорошая возможность для этого. Встречать все муниципалитеты республики, безусловно, ответственность большая, но у нас работают профессионалы, и учителя, и творческие люди, и директор школы. Все, кто к этому был причастен, хорошо подготовились, все сделали прекрасно. Республиканский этап конкурса «Учитель года-2015» в этом году принимал Новочебоксарск. По традиции школа, в которой работает победитель прошлого года, открывает двери для лучших учителей нашей республики. Говорят, что качество образования зависит от взаимодействия ученика и учителя. Мы надеемся, что сегодня наши ученики в взаимодействии с вами достигнут тех целей, которые мы поставили перед собой. Всего в конкурсе приняли участие 26 учителей. Каждый представлял свой город или район Чуваши. В республиканском этапе конкурсантам предстояло провести урок, мастер-класс, педагогический совет и защитить образовательный проект. Оценивала конкурсные задания республиканского этапа «Объединенные жюри», в состав которого вошли работники образовательной сферы и школьники, победители всероссийских и международных олимпиад, успешные ученики нашего города. При анализе работы учителя их мнение тоже учитывается, и те баллы, которые добавляют участники детского жюри, немаловажное значение имеют в итоговом результате. Быть честно, внимательным, справедливым – задача каждого члена жюри. Но не секрет, что дети большое значение уделяют личностному восприятию, тому, насколько учитель интересен, современен и открыт для школьников. Сегодня открылся республиканский конкурс учителей. Это ответственная работа. Нас призывают быть предельно объективными к оценке учителей, потому что победить должен все-таки самый честный, самый лучший учитель. Это очень интересный процесс. Мы благодарны, конечно, организаторам этого конкурса, что они достоили нас такой чести, принимать участие в этом конкурсе. Также желаем всем успехов и победы, конечно же. Победителем муниципального этапа конкурса стала учитель истории школы номер 13 Елена Иванова. Именно она представляла наш город на республиканском конкурсе «Учитель года-2015». Как нам рассказала сама Елена Геннадьевна, урок с пятиклассниками прошел легко и успешно, а вот педагогический совет все-таки оказался немного труднее. Всем участникам были заданы темы, которые они обсуждали с коллегами. Елена Иванова подготовила доклад на тему «Формирование российского сообщества учителей года». Готовясь к педагогическому совету, я еще раз посмотрела методические материалы с сайта «Учитель года-2014-2013». Всероссийского конкурса нашла много интересного, что позволило мне на педагогическом совете обосновать, почему на современном этапе необходимо создать сообщество «Учителей года». Из года в год соревнования дарят новые открытия и знакомства, позволяют обмениваться опытом, выработать новые практики. Учителя, которые собираются здесь, помимо виртуозного владения своим предметом, методами педагогического воспитания и обучения, обладают главным – большим добрым сердцем, которое они без остатка вкладывают в своих учеников. В общем, я считаю, что конкурс, конечно, очень полезный. Конкурс позволяет педагогу раскрыть свои педагогические способности, дает импульс для дальнейшего развития педагога, заставляет переоценить свою педагогическую деятельность. «Учитель года» – это площадка для раскрытия педагогам своего накопленного опыта и возможность профессионального роста. Наталья Журавлева, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.